Да, приветствую, друзья. Кому нужна конкретность, чтобы снять напряжение лишнее, выйти на хорошее состояние, смотрите мой целебный ролик на YouTube-канале. Запишитесь, найдите. Именно так и называется – целебный ролик. Да, посмотрите там и ключевое дыхание одна минута, и волна, и сразу поймете, как у вас улучшается состояние, если вы будете делать такие простые гармоничные вещи. Это вам совет. А сейчас я хочу сказать о философии. Философия очень нам нужна для понимания, как нам жить. Как говорится, что нам делать, кто виноват, на что надо опираться и так далее, и так далее, и так далее. В этой точке неопределенности, которая сегодня наступила. Мы говорим о свободе человека. Я сегодня взял себе, записал это как конспект для того, чтобы не потерять ни одной буковки, чтобы донести так, как очень важно, как я записал. От чего человек должен быть свободен? В первую очередь от страха, комплексов и шаблонов мышления и подражания авторитетам, потому что это не позволяет ему делать то, что он хочет, без насилия и вреда для себя и окружающих, так как он лишен при этом творческого подхода, возможности поиска наиболее простого решения сложных задач через призму общечеловеческих ценностей. Вот. Еще хотите, еще раз? Итак, слушайте. Мы говорим все время, что человек должен быть свободным. Если глубоко задуматься, от чего он должен быть свободен? В первую очередь от страха, комплексов и шаблонов мышления и подражания авторитетам, потому что это не позволяет ему делать то, что он хочет, без насилия и вреда для себя и окружающих, так как он лишен при этом творческого подхода. То есть, что такое творческий подход? Я определил возможность поиска наиболее простого решения сложных задач через призму общечеловеческих ценностей. Почему? Потому что человек по природе творец, а это ему мешает в поиске решений, открытиях и созидания нового. Вот теперь происходит то, о чем метафорами все время говорят и пишут. Борьба, Бога, сатаны, вот это все, добра и зла говорят в метафорах. Вот послушайте, почему так происходит? Что такое? Ведь человек творец от Бога. Бог в человеке это творчество. Правильно? Ну, представьте себе, как он может творить, если у него страх, если у него комплексы, если у него авторитеты, блокируют его в свободу поиска решений через призму общечеловеческих ценностей. Как он может искать решения, как он может творить, как он может быть свободен? Никак. Потому что он там управляется страхом. А страх сразу включает. И почему он вообще? Почему он вообще страх? Потому что человек как бы от Бога, с одной стороны. А с другой стороны, у него есть тело. Внимание. Именно потому, что у него есть тело. А тело материальное. Там все происходит, требуя времени, энергии и пространства. Тело материальное. И поэтому, когда человек подвержен какому-то риску или угрозе, у него включается инстинкт самосохранения, оттуда выскакивает страх. Как пробка из шампанского. Как джинн из бутылки. А страх тянет за собой сразу шаблоны мышления. Почему? Шаблон это что такое? Это формализованный, отработанный, некий стандарт знания и опыта. Ну, он от кого-то освоен, принят. Шаблон образовался. И ты вот это знание от кого-то принял. И когда у тебя страх, в первую очередь что выскакивает? То, что не требует затраты энергии и времени. Сразу раз, шаблон. Да, потому что он не требует ничего. А поиск решения требует времени и затраты энергии. А теперь представьте себе ситуацию, когда вы думаете над решением какого-то вопроса. Ну, например, ну так как картину дорисовать или где деньги взять. Не важно по какому вопросу вы думаете. Ну, допустим, вы думаете по какому-то вопросу. И у вас есть некий выключатель, условно говоря, с помощью которого вы сразу снимаете у себя страх, комплексы, шаблоны мышления, вот эти все стереотипы и подражания авторитетам. Вот вы над чем-то думаете и сразу отрезали вот этот комплекс. И у вас получается свободный поток сознания. И вы легко находите ответы на любой вопрос. Потому что вы не заблокированы шаблонами мышления. Ну, понятно же это, да? Ну, вот для того, чтобы это научиться делать, для того, чтобы вы могли победу духа над телом обеспечить, Бога над сатаной. Сатана же это что? Это по существу страх. Это инстинкты. Это просто метафорами говорят. Сатана, джинн там и так далее. На самом деле это метафоры, это как раз таки производные того, что у вас есть, кроме души, у вас есть тело. А тело живет по своим законам. Ему постель теплая нужна, ему подушка нужна, свежий воздух нужен, тепло нужно там и так далее, и так далее. А вот для того, чтобы думать, там ничего не надо. Поэтому у нас уровень сознания так устроен, что там есть вот эти метки, эти якоря. Когда вы думаете, моделируете, представляете, ищете решения, вы выображаете в себя различные ситуации, это много времени не требует. А если вы в этих ситуациях все реально бы осуществляли методом проб и ошибок, так вам и жизни бы не хватило представить какую-то. А вы представили, и вы там можете целые сражения, целые какие-то баталии себе представлять, вы же можете. Вот для этого нужен уровень высокий сознания, абстрактный уровень мышления. И там нужно, чтобы это мышление было свободно от блокировок, от зацикливания, в поиске решения, чтобы вы были свободны. Вот тогда вы свободный человек. Понятно, да? Ну, я вам завтра буду дорисовывать модель работы мозга, и вы будете понимать, как легко снимать лишнее напряжение, нервно-мышечные зажимы, выходить на поточное мышление, где полная свобода мышления от страхов, комплексов и стереотипов. Не анархия там, а гармония там. Я хочу, чтобы вы это отметили. Не анархия там, а гармония. И там вы быстрее понимаете, что надо делать, какой делать выбор. Понимаете, кто виноват, в чем виноват, и понимаете, почему мир таков. Почему все время идет борьба добра и зла. В конечном счете побеждает добро стратегически. Потому что человек по природе творец. Да. И у него инстинкт такой, что в конечном счете добро побеждает. А иначе быть не может, потому что именно добро и есть та основа, которая является матерью этого бытия. А зло может побеждать, но тактически, на какие-то моменты, да, в каких-то периодах. Итак, до встречи. Продолжение следует...